Таблетки Пастенор – это синтетический препарат с контрацептивным действием, выраженными гистогенными и антиэстрогенными свойствами. При рекомендуемом режиме дозирования подавляет овуляцию и оплодотворение, если половой контакт произошел в предэволюционную фазу, когда возможность оплодотворения наибольшая. С помощью таблеток Пастенор можно предотвратить беременность примерно 85% случаев. Чем больше времени прошло между половым актом и приемом препарата, тем ниже его эффективность. 95% в течение первых 24 часов, 85% от 24 до 48 часов и 58% от 48 до 72 часов. Таким образом, прием таблеток Пастенор рекомендуется начинать как можно скорее, но не позднее 72 часов после полового контакта, если не применялись никакие защитные меры. Показания. Таблетки применяются для экстренной контрацепции после незащищенного полового контакта или ненадежности используемого метода контрацепции. Способ применения и дозы. Применяется внутрь. Необходимо принять две таблетки в первые 72 часа после незащищенного полового акта. Вторую таблетку следует принять через 12 часов, но не позднее, чем через 16 часов после приема первой таблетки. Для достижения более надежного эффекта обе таблетки следует принять как можно быстрее после незащищенного полового акта, но не позднее, чем через 72 часа. Если в течение 3 часов после первого или второго приема таблетки препарата пастенор произошла рвота, то следует принять еще одну таблетку. Пастенор может использоваться в любое время менструального цикла. В случае нерегулярного менструального цикла необходимо предварительно исключить беременность. После приема экстренного противозачаточного средства до наступления следующей менструации следует применять местные барьерные противозачаточные методы, например, презерватив. Применение препарата при повторном незащищенном половом акте в течение одного менструального цикла не рекомендуется из-за увеличения частоты ациклических кровенистых выделений, кровотечений. Противопоказания. Подростковый возраст до 16 лет. Тяжелая печеночная недостаточность. Беременность. Редкие наследственные заболевания, такие как непереносимость лактозы, дефицит лактазы или глюкозоглактозная малябсорция. Повышенная чувствительность к компонентам препарата. С осторожностью применяют при заболеваниях печени и желчеводящих путей. Желтухи, в том числе в анамнезе. Болезни кровно. Лактации. Применение при беременности и кормлении грудью. Постенор противопоказан применению при беременности. Если беременность возникла при применении экстренного метода контрацепции, то на основании имеющихся данных неблагоприятного эффекта препарата на плод не выявлено. После приема препарата грудное вскармливание следует прекратить на 24 часа. Особые указания. Постенор следует применять исключительно для экстренной контрацепции. Повторное применение препарата постенор в течение одного менструального цикла не рекомендуется. Препарат не заменяет применение постоянных методов контрацепции. В большинстве случаев постенор не оказывает влияние на характер менструального цикла. Однако возможно появление циклических кровянистых выделений и задержка менструации на несколько дней. При задержке менструации более чем на 5-7 дней и изменении ее характера, скудные или обильные выделения, необходимо исключить беременность. Появление болей внизу живота, облачных состояний может свидетельствовать о внематочной беременности. Подросткам до 16 лет в исключительных случаях необходима консультация гинеколога для подтверждения беременности. После проведения экстренной контрацепции рекомендована консультация гинеколога для подбора наиболее приемливого метода постоянной контрацепции. Экстренная контрацепция не защищает от заболеваний, передающихся половым путем. При нарушениях функции желудочно-кишечного тракта, например при болезни крона, возможно снижение эффективности препарата. Побочные действия. Возможны аллергические реакции. Крапивница, сыпь, зуд, отек лица. Приходящие побочные эффекты, возникающие с разной частотой и не требующие медикаментозной терапии, иногда рвота, диарея, головокружение, головная боль, болезненность молочных желез, задержка менструации, не более 5-7 дней. Если менструация заканчивается на более длительный срок, необходимо исключить беременность. Часто, тошнота, усталость, боли внизу живота, ациклические кровенистые выделения, кровотечение. Условия хранения и срок годности. Препарат следует хранить при температуре от 15 до 25 градусов. Срок годности 5 лет. Препарат следует хранить при температуре от 15 до 25 градусов.